Мы сейчас еще придумаем несколько способов и может быть наши рэперы как бы тоже зададут тенденцию и будут ходить именно так. Хорошо, тепло, ушки не мерзнут. А кстати будет в транспорте уступать место. Учить артистов платочному стилю начнем с каракуля. Теплые косынки позавидуют даже осапроки. Потеть в ней нельзя, навредит меху, поэтому на концертах от брейка стоит выдержаться. Каракуля это исконно такой русский материал, все помнят Брежнева в его шапке. Сколько может стоить такая косынка? 25 тысяч. Несколько пенсий? Так прекрасно, есть на что копить. Соберем лук для ковровой дорожки. Посадский платок подогнем на лбу. Сверху наденем черную шляпу. Носить нужно с темными очками и пафосом. Грэмми тут дадут лишь за эпатаж. Для музыкальной премии должен быть еще черный смокинг. Это вместо галстука. Боярский загорится и купит себе платок. Да, точно. У него коллекция шляп, наверное, будет самая большая. Образ для рэпера в Сибири согреет и в минус 40. Цвет ушанки тут должен гармонировать с платком. К темному шерстяному подойдет рыжая лиса, к светлому шелковому – песец или чернобурга. Если в Минусинск приедет Надежда Кадышева, то она будет выглядеть вот именно так. Ну что, нашу рэперскую залихватскую. Протестируем, не опасно ли в таком рэперском образе появляться на улицах. Не идет? Да? Цвет шикарный. Я в вашей банде? Да, мы тоже ребят так бодили, чтобы они морозились в уши. Вам респект от рэперов. А шо это такое? Опасно ли в таком ходить по улицам России? В России лучше бы снять. Ты же понимаешь, что это здоровье, а тебе еще детей рожать. В 41-м ходили немцы так, когда были морозы. Они все девали, и платки, и все на голову. Мода цикличная. Камер, что ли? Ну и напоследок обращение к бабушкам. Берегите свои платки теперь не только от моли, но и от внуков рэперов. Александр Светлик, Дмитрий Ерофеев. Новости пятницы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова